группа рамштайн по-прежнему остается одним из важнейших столпов в мире рок-музыки да и не только начиная с середины 90-х и по сей день они держат какую-то невероятную планку качества и в плане альбомов и в плане концертов и конечно же в плане клипов я всегда говорил что рамы наверное больше остальных старались и стараются делать интересные видеоряды к своим трекам иносказательность актерская игра сюжеты съемка монтаж все всегда на уровне но согласитесь когда вышел клип на песню deutschland было легкое ощущение что лучше у них уже вряд ли получится невероятно круто однако их новая работа все-таки смогла удивить давайте же разберем как минимум чтобы окончательно развеять мифы о том что они завершают карьеру и как максимум постараемся отметить какие-нибудь интересные не очевидные нюансы понимаю что скорее всего в интернете уже достаточно версии и многие из них исходя из теории вероятности правильные но все-таки я постараюсь сделать все возможное чтобы хоть чем-то вас удивить приятного просмотра небольшая рекламка и погнали рок-группа tatooine наши старые знакомые я хотел тебе так много рассказать у ребят этой осенью вышел новый альбом под названием асимметрия крайне подходящее слово чтобы охарактеризовать последние месяцы наших жизней мир меняется а мы вслед за ним если совсем коротко то альбом как раз об этом но что самое главное группа по-прежнему верна своему светло-энергичному стилю есть и песни пободрее есть и более классические баллады драконы летят на нас баю баюшки баю софт поп альтернатива довольно нетривиально для представителей такого немного заезженного термина как русский рок приятный вокал медитативная музыка атмосфера прям что надо тексты понятные но наполнены интересными образами в общем рекомендую ознакомиться все необходимые ссылки в описании оде завершающие что неудивительно а трек с их последнего на данный момент альбома сайт что в переводе означает время концептуальный релиз разбор которого также можно найти на канале уже тогда пошли разговоры о том что группа попрощалась со своими фанатами столь символичным жестом но пока все говорит об обратном давайте сначала разберем сам клип а потом подытожим отсылки очень много отсылок и на свои предыдущие работы и на чужие произведения красные лучи из deutschland религиозная атрибутика из розенрод вооруженное вторжение в здание как в их виль мутер заточение как в майнхартсбренд зиман и не только перестрелки как в матрице сцены из фильма война богов солдаты из аниме оборотни разукрашенный тиль торчащий из машины как джокер не знаю намеренно ли все совпало но похоже очень иносказательность по сути самое главное скажу вам честно хоть этот клип и показался мне очень сложным после первого просмотра он на самом деле вполне себе понятны просто поначалу ты находишься под впечатлением от качества и сюжета но потом все становится на свои места дорога это в буквальном смысле путь они едут на бронированной брутальной машине рамштайн в переводе означает каменный таран внутри они выпивают кто не в курсе у них есть традиция перед выходом на сцену выпивать по бокальчику текилы они даже в какой-то момент начали продавать ее под собственным брендом оружие амуниция это их инструменты песня их виль на которую идет явная отсылка входит в трек-лист альбома мутер третий альбом в их дискографии на тот момент раму уже были хорошо известны тем не менее они все еще не были группой первого эшелона успех еще предстояло закрепить они должны были заявить о себе прям как в том клипе что они и сделали но сейчас они признаны они легенды одни из лучших поэтому участники влетают в это здание так сказать с ноги и помните я говорил про инструменты так вот флаки взламывая код играет на нем как на синтезаторе про сопоставление кадров и музыку поговорим отдельно не без труда с боем с кровью они проникают в помещение где они же и находятся происходит прощание с самими собой а стоит ли отмечать тот факт что они именно сгорают ну разумеется рамштайн равно огонь далее нам показывают кадры на мой взгляд символизирующие сцену по форме похожую на их логотип и понятное дело фанаты куда автору без аудитории но вот что привлекает внимание больше остального оковы ведь музыка это ровно такая же работа как и любая другая к тому же рамки в которых тебя все та же аудитория жаждет видеть а если ты не будешь ей вторить они тебя разорвут статуи огромных величественных ровно шесть как и музыкантов и когда они сбрасывают свои оковы эти самые статуи начинают рушиться падая прямиком на фанатов неожиданный поворот если досмотреть до конца мы увидим что у них ничего не получилось но луч все-таки погас смысл мне кажется что если это и прощание то точно не со слушателями и точно не со своим ремеслом песня повторюсь стала частью концептуального альбома время и не стоит забывать про другой крутейший клип сделаны как раз для еще большего раскрытия заглавного трека текст задается философскими рассуждениями а точно ли мы живем возможно мы просто медленно умираем все что мы пытаемся сотворить рано или поздно исчезнет и только смерть не подвластно времени поскольку они слишком тесно связаны альбом именно об этом и что нам остается да просто жить жить и радоваться тому что у нас есть пусть наша жизнь лишь маленькая вспышка во вселенной ну что а самая удручающая попытка законсервироваться заживо особенно это касается взросления не стоит забывать что участники группы рамштайн взрослые дядьки чей путь как бы ни было печально признавать скоро закончится ну что моложе чем сейчас мы уже не будем так какой смысл страдать то лучше не плачь а делай что-нибудь пока есть возможность и смотрите дверь за которой они же и находились была подписана как мутер мутер альбом забросивших на вершину олимпа но там надпись мутер 22 возможно речь про 2022 год и они сейчас делают не так как раньше рамы пусть и не критично но все же изменились они начали больше экспериментировать и многие их за это критикуют и нередко ссылаясь именно на мутер якобы это их лучший альбом и вообще лебединая песня так что несмотря на казалось бы провальную попытку захвата задачи они все-таки справились да и как ты сожжешь старого себя если ты это всегда ты то есть как ни старайся время вспять не повернуть лишь потратишь остаток дней на бессмысленные переживания а луч тот самый в буквальном смысле нить связывающая все между собой в клипе deutschland они так связывали эпохи в том числе и временем как единицы измерения но сейчас луч погас потому что пришла пора былое отпустить заметьте в некоторых сценах красные линии напоминают клишированную охранную систему и ты либо отступишь либо встретишь последствия решать только тебе они ведь еще и высмеивают это клише только фильмах аля команда один человек может положить целую армию здесь не так чем-то придется пожертвовать но взамен и приобрести пару слов о продакшене качество невероятное особенно доставляет как они органично сочетают звуки и кадры переходы на высшем уровне не мог не отметить песня затрагивает тему прощания и она отлично ее раскрывает ведь попрощаться можно не только с аудиторией это скорее всего творческое прощание и их можно понять они положили свои жизни на алтарь искусство кому как ним решать что и как делать дальше люди их за это и полюбили они всегда были настоящими были собой рамштайн одна из самых критикуемых групп в истории но они гнули свою линию а теперь их за это же самое гнобят преданные фанаты на монтаже подметил интересный нюанс это их логотип то есть группа которая как бы их счастье вместе с тем их клетка они сначала были в ней заключенными но потом все-таки вырвались из оков и взяли вверх во всех смыслах очень тонкая работа на самом деле не просто кинули обидку в духе что хотим то и делаем они говорят о жизни о смерти о времени все меняется и мы меняемся это вечные темы и данный клип в актуальности не потеряет никогда касаемо омажей человеческий фактор по типу хочу отсылку вот на это потому что люблю тоже нельзя отметать но основа все-таки фильм война богов там и клетка и статуи и люди в небе они будут воевать всегда как артисты борясь с навязчивыми идеями рамками стереотипами и архетипами мы стареем скоро пенсия музыка вся наша жизнь что придется уйти само собой придется как не убегаем плевать двигаемся дальше не расставание а следующая глава с нас не убудет ибо мы навеки вписаны в мировую культуру я вижу две основные линии связанные между собой общей концепцией порицания стагнации первое жизненное сражение с временем в любом случае обречено на провал вторая творческая никто не может отобрать у автора право на ошибку так же как и право на эксперименты мы несмотря на статус такие же люди не выдумывайте лишнего разрушение статуй чрезвычайно важный символ не знаю если вот так выглядит группа что скатилась то пусть скатываются все что же касается ухода со сцены такой момент обязательно придет но как говорил пауль лишь тогда когда кто-то из них умрет полагаю они дадут памятное мировое турне и все а до тех пор любите или терпите надеюсь было интересно соскучился я по декодингом хотя к сожалению формат спросом особо не пользуется еда отвечу сразу про spgs и прочее уж лучше я в столь креативной работе додумаю лишнего чем буду невежда и уверенным в том что это просто случайная нарезка кадров без какого-либо смысла но на сегодня все всем большое спасибо за просмотр слушайте хорошую музыку и пока пока